Если тебе нравится играть в компьютерные игры, то наверняка ты понимаешь что-то и в геймдеве. Чем отличается хороший лейл дизайн от плохого? Когда игра хорошо оптимизирована, а когда плохо? Ты отлично понимаешь, когда варианты развития в диалоге ведут к одному и тому же результату, а когда о развитии событий могут быть десятки. Иногда ты наслаждаешься крутой игрой и точно знаешь, что хотелось бы продолжения, а иногда видишь все ее проблемы и понимаешь что именно хотелось бы сделать иначе. Ты пока еще не понимаешь инструмент, но отлично понимаешь суть. Конечно, для того чтобы увидеть свое имя в качестве геймдиректора нужно много лет работы и кажется, что это недостижимо. Спойлер, это не помешало нашим ученикам уже поработать над ААА тайтлами. Но что если я скажу тебе, что на нашем онлайн буткемпе геймдев 3.0 можно уже в самое короткие сроки почувствовать вкус достижений в сфере разработки игр. Допустим, у тебя есть неделя на то, чтобы придумать концепцию и сделать черновик прототипа своей игры. Мы тебе даем уроки, ты по ним реализовываешь свои задумки и показываешь другим участникам буткемпа. Вы помогаете друг другу, поддерживаете. Это мотивирует идти дальше. На следующем этапе ты создашь черновой уровень с механиками. Стрельба, ближний бой, езда на автомобиле, квесты и вообще все, что тебе придет в голову, потому что у тебя будет выбор между экшн-адвенчур и соус-лайк играми. Загрузишь это на реддит, дашь поиграть нашим подписчикам и... это твой первый триумф, но это только половина. Потом ты наполнишь свой уровень ассетами, освещением, создашь кинематографичные катсцены и все это с нуля и без опыта. В комментариях не поверят и скажут, что это невозможно для новичка, но ты-то уже будешь знать, чем наш решительный подход отличается от тутеров на YouTube. Ну а в конце ты добавишь звук к оптимизации, создашь внешний вид главного героя, врагов, визуальные эффекты и опубликуешь игру в сети. Мы даем тебе возможность получить кайф от быстрого способа увидеть результат своих трудов и охуеть от своих способностей. Для этого недостаточно купить доступ и посмотреть уроки. Нужно выложиться по полной, плакать, когда ничего не получается и заставлять себя не останавливаться, когда мозг будет кричать «это не твое». Ты своими руками будешь создавать прототип игры. Никто не будет сюсюкаться с тобой и хвалить, если ты сделаешь плохо, но ты справишься и поймешь, почему без усилий люди не получают профессию мечты. Для этого недостаточно купить доступ, но начать нужно именно с этого. До встречи в буткемпе!